Здравствуйте, товарищи! 20, 21 и 22 августа преимущественно в режиме онлайн пройдет конференция «Почему не стало СССР? Уроки для социализма будущего». Эта конференция связана с тем, что 30 лет назад произошли трагические события, ставшие, пожалуй, финальной точкой в серии глубоких противоречий реального социализма. Конференция посвящена анализу причин этого события и анализу того, какую роль сыграли здесь объективные противоречия реального социализма, противоречия нашей страны. Я по-другому не могу говорить об СССР, как о нашей стране. А какую роль сыграли факторы субъективные, каково соотношение факторов внешних, связанных с давлением извне на нашу страну, а что было принципиально важным из внутренних причин того, что произошла вот эта трагедия. Предваряя конференцию, хочу подчеркнуть, что столкнутся разные позиции, и мы постараемся все-таки главное внимание уделить не только прошлому и не столько прошлому, как таковому, сколько анализу тех причин и тех проблем, которые мы не смогли решить тогда, причин, почему мы их не смогли решить. И все-таки главное внимание будет уделено урокам на будущее, тому, что может и должен взять в будущее социализм 21 века. Конференция очень серьезная, международная. В ней примут участие ученые из Московского государственного университета, Санкт-Петербургского университета, Института философии, экономики, Академии наук, многих других научно-образовательных центров страны, лидеры общественных организаций. Это очень интересно, и люди, я не смогу сейчас перечислить те фамилии, программа размещена на сайте alternativy.ru. Конференция включает большой блок выступлений, перемежающихся с выступлениями наших участников, наших товарищей из многих стран мира, из Бразилии, из Соединенных Штатов Америки, стран Западной и Восточной Европы, даже Австралии. Я уже не говорю об Азии и, безусловно, наши товарищи из Китая и стран, которые когда-то были частью Советского Союза. Вот этот диалог будет вестись на протяжении трех дней, преимущественно в онлайн-формате. 20-го открытие конференции с 10 утра, и практически весь день до 7 часов, 5 сессий по полтора часа с дискуссиями. 21-го августа конференция будет вестись на базе дома Плеханова, это отдел Российской национальной библиотеки. Замечательное пространство, где под руководством Татьяны Ивановны Филимоновой постоянно проходят интереснейшие встречи, обсуждаются серьезные проблемы марксизма, социализма, противоречий настоящего, прошлого, видения будущего. Я хочу подчеркнуть, что 22-го воскресенья будут идти два параллельных международных семинара, один из которых весьма интересен и специфичен. Будут обсуждаться проблемы использования кибернетических пространств, интернет-пространств, суперкомпьютеров для развития плановой системы. Вопрос, который вставал в СССР, и который крайне актуален для 21-го века. Ну и в конце 22-го числа мы подведем итоги наших встреч. Подчеркиваю, что конференция будет транслироваться все три дня на YouTube-канале «Альтернативы», и вы сможете посмотреть ее только с одним важным аспектом. Это не базовый канал, а канал «Альтернативы конференции». Мы его специально создали для того, чтобы можно было онлайн участвовать в конференциях, и для того, чтобы потом можно было просматривать видеозаписи. К сожалению, мы не сможем на этом канале разместить полностью всю конференцию, но, во всяком случае, я не уверен, что мы сможем это сделать. Основные доклады, безусловно, будут выложены, но, тем не менее, я искренне приглашаю вас посмотреть конференцию в онлайн-режиме. Хочу подчеркнуть, что те, кто заранее зарегистрировался как участник конференции в качестве докладчика или в качестве слушателя, вы получите ссылку на Zoom и сможете включиться в очный диалог с участниками конференции. В конце каждой сессии 30 минут мы оставляем для дискуссии. Те, кто не зарегистрировался вовремя, к сожалению, вы сможете только смотреть нашу конференцию и участвовать в ней как зрители. Подчеркну, что возможности регистрации были открыты месяц назад, и информация об этом была в рассылке «Альтернатив» на нашем сайте и во многих других источниках. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. Приглашаю к участию в конференции. Смотрите, знакомьтесь с программой, пишите свои замечания, соображения, предложения на канале «Альтернативы» в наших социальных сетях. Ну или на почту, которая есть у журнала «Альтернативы». Успехов всем в это непростое время. До встречи на конференции.